Что ж, друзья, в связи с Кидаловым, предательством, изменой Пригожина по отношению к своей революционной идее подвесить Шойгу, Шмойгу, а потом голову Путина и тому подобное заполучить себе. И после перетерок с Патрушевым Пригожин сливается. О чем это говорит? Что просто он один из, не основополагающих, но одним из системных механизмов, винтиков путиновской дегенерации, деградации России. И он может жить, существовать, как правитель всей России, как и Путин, только по той же кальке, по которой существовал Путин. Это чморить слабых и идолопоклонствовать над сильными, богатыми, которые принесут ему бабло, деньги. Вот так. А кто это слабая? Слава Богу, уже не Украина, но постсовковые территории, показывая силу против Сракомировской, Кантемировской дивизии и тому подобных. Сраковизий, которые уже давно на фронте, как говорят аналитики, естественно, что они не равны уже Пригожин. Пригожин их сильнее. Сильнее целенаправленных заградотрядных зэков. То есть, смысл в том, что те исторические параллели, которые были, они также и остались для России. Потому что Россия осталась в тех же парадигмах и параллелях исторических. А главное, то, что это когда Германия отправила Ленина с баблом на Россию делать там переворот. А потом, сделавший этот переворот, тот же Ленин сорганизовал толпу и пошел на ту же Германию в лице Тельмана. И в 1918 году Германии пришлось снимать со всех своих, как бы, своего, своей империи, бывшей, значит, бисмарковской и тому подобное, войска и перебрасывать на Германию, чтобы там коммуниатские движники Тельмана обезглавить. Что и было сделано. То же самое было сделано и немного по другой линии и маршалом, маршалом Пилсудским. Вот так. То есть, те, которые легко надеются, что какой-то там на каком-то коне, типа белом, ломанется на Россию, сделает там быленько переворот. И превратит Россию в цветущее, конкурентоспособное и Китаю, и Западу, и Америке государство, которое раптом хопа и опять, ну уже в пятеро-десять раз сильнее, пойдет на кого-то либо. То есть, это оказывается иллюзией. Это история показала. Так что, слив пригожина. Кроме аналитик вот этих внутренних, что вместе с ним, то есть, если он ломанется на Путина, на его всю эту гамно-чмо-конструкцию маньяческую, то потом и он утонет. Ему Патрушев это объяснил. И сказал, что какой бы Путин чмо не был, но все они и Пригожин, Патрушев и Путин в одной лодке, даже если обстреляли, забросали бомбами, заровняли танками несколько сот твоих зетов, то все фигня по сравнению с тем, что будет потом. А потом будет то, что ты раскачаешь лодку, и эта лодка перевернется, и придет еще более другой какой-то, либо, то ли уткин, то ли еще кто-то, еще сильнее тебя, тебя завалит, как это было издревле. И плодами твоей революции будет пользоваться. То есть, я так понял, что это, в принципе, он один из механизмов давления на Путина Пригожина. Даже вот таким вот обособлением. Гасло это для лохов, потому что украинцы уже убедились, что значит гасло за 30 лет незалежности. Это все читки, которые оборачиваются тем, что просто дармовая масса штурмует одну власть, и те другие, те, которые воспользовались этой массой, приходят к власти. И ненамного очищают эту власть, что приходится постоянно делать это, как издревле казаки древние делали наши украинские. То есть, дело в том, что, я так понял, это разграничение полномочий Путина через Пригожина. Потому что Путина уже чмошник. И ФСБ воспользовались этим примером такой политики чмошничества, кидалого всех и всея. То, что можно всех и всея кидать, но 40 тысяч, 25 тысяч, 30 тысяч вагнеров, так просто уже не кинешь. И этим ФСБщники воспользовались, чтобы разграничить власть Путина. Чтобы он всеми ими не командовал. Чтобы у них был на всей России свой штаб. То ли серо-кардинальский, то ли не серо, то ли потом они выдвинут еще кого-то, чтобы он отбелился в своем кардинальном правлении над всей лоха Россией. Будем посмотреть. Продолжение следует...